Левая сидит голубка, а это голубь. И у ней сегодня, кажется, выводятся птенцы. Я видел лопнутая кожура, скорлупка в одном месте. Вот подошел вплотную заснять, фонариком подсветил, а он ее все целует и целует. Все поймают там одну соломинку, ей поднесет, и она его тоже в ответ. Какая радость. Ну, поставились на меня, ничего нет, до этого смотрел, было. Ну, все. Попили, поели. Рядом их сидит, с ними я посадил, малышок. А у них сразу любовь начинается. Она активнее. Сейчас вот посмотрим, как будет. Вот интересно, звери там выступают на сцене и как-то же делают, что они, наверное, во время представления не оправляются на сцене. Я не видал этого. А вот у голубей попробовал вот такой дуров, смел бы он сделать, допустим, полчаса, и чтобы ни один голубь не оправился, хотя бы из двоих. Почему-то, я думаю, это никому не удастся сделать. Для птицы быстро оправляться, это вот, ну, это одно и то же, что дышать. Когда нам объясняли в школе, они часто оправляются, ну, как сказать, на двор ходят, чтобы быть легче. Все время лишние весы сбрасывают. Не так, чтобы накопить, вот как животное любое, корова там, лошадь, а именно вот маленькими порциями. Но когда она сидит на гнезде, вот я замещаю, на гнезде, она в гнездо никогда не сходит. А ночью идти некуда, она копит себе. И вот утром выпущу, и она оправится так, как будто это была большая курица. Вот такой, густой у нее, сгусток выходит. Ну, гусиха сходила, как будто бы. То есть голуби очень много едят, вот они непрерывно. Вот это вот клюет зерно с горохом, тут я выпустил. А второй раз за день я их выпустил, палец загнал подпак. Ну, протолкнул, туда закрыл. И вот они едят сейчас здесь не меньше полчаса уже. Вот как машина работает. Самой малой дозой пользуется это гусята. Они целый день траву, там конотовка или спарыш называют, мурава. И уже огромный гусь вырастает, ну, там помаленьку подкармливает и все. А утка у нее и носа такой, как пличка называют. Вот совком большим двумя руками пшеницу перекидывает когда. А это вот, вот я еще что тут заметил. Вот сейчас он маленький, ну, совсем махонький. Кого с него спрашивать, вон он лежит у них там. Вот он где-то носом тыщет, куда не надо к ним. А они песок, вот там глина, соль, баночка стоит. И мелко перетертая скорлупа, скорлупа яичная, куриные яйца. Это ей необходимо где-то. Вот она сейчас вот такой маленький, вот. А они не дают ему. Когда ему больше будет, уже крылья перьем покрываются, они клюют зерно, сразу воду пьют и ему отрыгивают. Изо рта в рот. А вот сейчас он такой маленький и никак не дают. Они должны хотя бы на половину его переработать, а потом срыгивает нос в нос. Берет ее в рот. Вот как они знают, в какой момент, в какой он это все заложено. Вот кошка требует кота. И вот как крещит, не спать не дает. Она не может сделать, она не крещит. Это из нее звуки такие идут. Вот рысь где-то. Ей надо найти мужского где-то, ну, чтобы осеминиться и принести выводок. И она там где-то залезет и орет, и орет, корова ревет. От нее ничего не зависит. У нее специально мышцы как-то сокращаются. И она орет издает. Необыкновенная, видимо, вибрация. Быки там с ума сходят. Она одна. И за ней быков там вот как собаки бегают. Я ночью встал вот посмотреть на улицу. И там, ну, хорошо видно довольно. На улицу не выхожу, а так пробежала собака. Видимо, гуляется у нас, называется, течкует. И за ней там, ну, больше десяти, наверное, кобелишек. И маленький, а там оторвался с цепочкой, бежит. Ему там уже ничего не светит. А он туда тянется. Он тоже ничего не понимает. Его туда. И там его будут бить, там где-то, ну, большой какой-то его покусает. А он тянется туда, он не может ничего сделать. У него все органы работают по-другому. И увезти хорошего чемпиона мира ничего не стоит. Где-то возьми там, ну, колбасу там намажь, дай. Когда она течкует ее отходами у суки. Придумали главное. Если маленький кобелек, так мальчик. Если сука маленькая, сука, значит, называет это девочка. С роду этого никогда не слыхал. Кроме как безумием нельзя назвать. Вот сейчас она сядет, разлепешится, чтобы он легко мог на ней удержаться. Я на кухне отсюда снимаю. Вот что-то они, как будто их кто спугнул, отлетели. А она уже готова. Вот он едва-едва, он не шевелится. Просто набитый пшеницей мешочек лежит. А она уже готовит новое гнездо. Уже все. И он сидит это гнездо, прогревает. Если бы это на улице было, в избе это температура, то 25 градусов сегодня хорошо натопили. Я вот жду Игоря Барабаша, он сейчас должен приехать. Все расспросить надо. События в деревне какие. Вот. Ну, тут меньше двух метров, наверное, до них. Еще ближе, ближе. Это вот она, самочка. Голубка называется. А вон голуби. А тут наружное все это видно. Я, Игорь, если поедет, он, я увижу. Вот наша дверь зеленая. Надежда Васильевна опять по врачам. Как бы последний раз. Говорит. Я считаю, лишний раз к врачам не надо лезть и после 60 лет. Что тут уже все изношено. Попить надо, видно, набралась. Пьет как лошадь тянет в себя. Вот они ему ничего не дают есть, потому что у них она, пшеница еще не разбухла. Он маленько потыхался носом вниз и отстал от них. Начал давать ему интересно. Увидел, что она ко мне подходит. Он заторопился сразу же за ней. Видимо, потихоньку говорит, не ходи, тут опасно. Такого меня прямо сидит. 24 марта 18 года. Вот так. Только что вывелись у него голубя-то там. Она выскочила, поела и скорее обратно туда. А вон вот тут на пляже один. Варенье. Варенье. Я не знаю даже какое оно. Дай Никита самый молодой. Пусть он попробует. Валей. Ты отравиться не емя можешь, говорю. У тебя детей нету. Тое самое. 26 марта 18 года. Вот такие сломы. Голубка решила искупаться сегодня. На улице снег выпал. Теперь сантиметр тридцать наверно. Заночника 24 было. Всяких насекомых выгоняет. Том. Валя. Идите. Валя. 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 Вот она туда-сюда летает к Володиному лежбищу. Просушится, потому что она по воздуху и никто ее не гоняет, она сама знает. Охота залететь, а он сидит там с малышом. Полетала, не хватило еще... Прямо на ноги мне брызги, летят брызги. Красота какая! Дикари. Все время возился с породистыми, а нынче решил беспородные брать. Они более естественные. Не то, что люди подвигли к какому-то краю, а именно вот такие они и есть. Пшеница тут все забрызгала. Что ты делаешь, а, голубка? Живот-то у нее в воде весь. Воды много. На газеты везде все забрызгало. Вот она кверху полетела. Вот опять с кровати сюда. Так. Два раза. Посмотрим насколько. Три раза. За ней не успеешь смотреть. Но и до этого уже раза четыре слетала. Попробую свет включить, может быть, получше будет. Да, наверное, еще не лучше. И благослов Bettel. Да. Нет. Четвертый раз полетел. За коробками там видится белое светлое окно. Оправилась по полу, пошла дальше. Ну все, а тут? Разлохматилась. Володина кровать. На нее сегодня 31 марта, полнолуние. За полнолунием, после равноденствия, в первое воскресенье, если три дня уже пройдет, то Пасха. Вот так все и получается. Сегодня суббота, трех дней нет после полнолуния до воскресенья, поэтому пропускает еще целую неделю, как высчитывается Пасха. 21 марта, равноденствия, день, рай и ночи по 12. Ну это она, ей надо залезть туда. Вот они где. Я сейчас должен поднять решетку. Вот я поднял решетку. Сейчас они полетят на место. Она увидела. Все, заходит. Сейчас показать, какой он у ней там есть. Ну-ка. Давай-ка. Какой большой. О, пузанчик. Вот он какой на руке у меня сидит. Вот он какой. Вот новый выводок. Все. Неделя была. Глаза не открыты. Сейчас глаза открылись уже у него. А она уже новое гнездо делает. Уже он ее топчет. Все. Оплодотворяется. Вот он какой черняк. Ну-ка черняк. Ну-ка. Покажись-ка. Какой нос у него большой. Да красивый. Вот он какой в руке сидит. Давай здесь вот посмотрим. Вот посадим. Я вот руку держу рядом. Вон какой. Вот так. Оправился. Ну-ка. Давай. 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 Так вот делай. Носик. Как бы он думает, что родители это. Ну-ка. Давай. Ну-ка. Какой хороший. Вот так приучаешь его, чтобы он не боялся. На руку сойдет между пальцами. Клюв между пальцами. Ну-ка. Сейчас я его посажу. Еще мало. Она должна к нему залезти. Вот так. Вот он какой. Сидит. А она уже другое гнездо себе. Там он в углу облюбовалок. Где первые выводы были. Уже готовит третий выводок. Ну все глаза открыли второй день. И она как раз второй день, третий день ее топчет. Это означает готовиться к новому выводку. Вот они где. Сейчас она к нему полетит туда. Она заботится. А мать. Вот эта серенькая. Как бы с пятнышками. Начни сейчас гонять. О-о-о. Она близко не подпустит. А тут пожалуйста. Вот она сейчас пытается залезть. Я сейчас свет включу. Вот так. Сейчас она туда нырнет. Вот это видно черная полоса. Это туда. На нижний этаж. Это верхний этаж. Дальше ничего нет. Решетка закидывается. Вот она ждет. Чтоб я отошел. Дикарьи. Вот интересуюсь о дикарями. Разные породы держал. Редкие там и бакинские. Турманы. Эти трясуны. Бойные. И были у меня и шалевые. Самое больше всего нравились стрижовые. Вот как стрижи летают. Такие же повороты делают. Все. Мне тут один подарил. За всю жизнь. Не купил ни одной пары. Везде кто-то дарил. А я также осенью объявления даю в газетах. И кому надо даю. Чтобы проверить. Только что действительно он их не в горшок положит. То есть не съест. Ну а какая польза что занимается голубями? Да никакой. Голубь голубка я с детства люблю вас. Использовать от вас никакой. Вы беззащитны. Не клюните клювом. Об этом особой строкой. Такое вот у меня стихотворение получилось. Положили его на песнопение. А так заглядывает. Ну а что больше то? Ничего с него не возьмешь. Все.